МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вести Ульяновск", в прямом эфире, телеканал Россия. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. Миллиард для бюджетников. Или проверим примету, как старый год завершим, так и новый проживем. О доходах и расходах областного масштаба Максим Бажанов. Еще один пункт вакцинации открылся сегодня в Ульяновске. Но если нет возможности прийти в него, медики могут сделать прививку и дома. Как это организовано, расскажут Марина Тимофеева и Гульнара Шарикова. И новый праздник в региональном календаре День работников дополнительного образования. С сегодняшнего дня он будет праздноваться ежегодно 18 ноября. Ульяновская область берет вектор на укрепление финансовой стабильности. В бюджете на будущий год в приоритете повышение эффективности расходов, наращивание доходов и сохранение безопасного уровня долговой нагрузки. По плану доходная часть бюджета должна составить практически 73 миллиарда рублей. Расходы доберутся до отметки в 78 миллиардов. Дефицит 5 миллиардов рублей. Тонкости формирования бюджета на будущий год в материале Максима Бажанова. Не дефицитный, а правдивый. В бюджете региона в полном объеме заложены деньги на все социальные расходы. В том числе зарплаты бюджетникам, социальные меры поддержки и страховые взносы на ОМС, неработающего населения. Более того, за каждой копейкой будет чуткий контроль. Этим займется кабинет министров. Еще одно направление бюджета 2022-го – решение задач от федерального правительства и Алексея Русских. Во-первых, это социальная направленность бюджета. Более 70 расходов – это как раз расходы на социальные нужды. Во-вторых, снижение долговой нагрузки. В-третьих, одна из наших первоочередных задач – это реализация национальных и приоритетных крупных проектов. В бюджете на 2022 год на эти цели предусмотрено также 12,7 миллиардов рублей. Это, например, строительство футбольного манежа, тюза, школы на 1100 человек в Димитровграде. Судьба новых проектов зависит от роста доходной части бюджета и дополнительной федеральной поддержки. А пока акцент на воду и газ. Практически полмиллиарда рублей заложено на обновление изношенных сетей водоснабжения и газификацию. Не остался без внимания вопрос обманутых дольщиков. На его решение – 348 миллионов рублей. Безусловно, мы не можем не заложить средства, которые будут стимулировать рост доходной базы. Это поддержка отдельных отраслей экономики, которые на сегодняшний день дают достаточно быструю отдачу в региональный бюджет. Это НДФЛ, налоги на прибыль и акцизы. Именно эти источники дохода остаются тремя основополагающими китами регионального бюджета. Плюс область сделает ставку на оптимизацию расходов. Это поможет избежать крайней черты государственного долга. Долговая нагрузка в соотношении объема заимствования к собственным доходам выросли сейчас до цифры 80, а в следующем году 85%. Вот такой барьер мы держим. За пределы 85% мы не пойдем, ни при каких обстоятельствах. Если будет надо, федералы подстрахуют. Как пример, результат сегодняшнего заседания трехсторонней комиссии в Москве. Вопрос недофинансирования в 2021 году практически закрыт. Принятые решения выделить финансовую помощь в сумме 1 миллиард рублей. И дальнейшая консультация будет продолжена до 5 декабря. Деньги пойдут на заработную плату работникам бюджетной сферы. Теперь расходные обязательства перед работниками бюджетной сферы в 2021 году выполнены. Для выплаты страховых обязательств нужен еще миллиард. Работа с федеральным Минфином продолжается. Максим Бажанов, Александр Осохин, Вести, Ульяновск. В регионе наметилась тенденция к спаду темпов распространения коронавируса. Сегодня зарегистрировано 502 новых случаев заражения. Не справились с вирусом 10 человек. 5735 выздоровели. А в регионе открываются новые пункты вакцинации. Еще за час до начала открытия нового пункта вакцинации в Центре профессиональной патологии в коридоре образовалась очередь. В первый день работы здесь готовы принять только 50 человек. Именно столько доз вакцины передали из 4-й поликлиники, где уже несколько недель врачи работают в авральном режиме. Разгрузить коллег и повысить число вакцинированных – сегодня общая задача. Без каких-либо обязательных предварительных записей мы принимаем всех. Наш пункт начинает работать с 12 часов и до 18 часов ежедневно. С понедельника по пятницу. Развернули новый пункт иммунизации. Быстро и подошли к этому со всей ответственностью. Все зоны разделены у регистратуры, люди заполняют анкеты, после проходят на осмотр врача. Лекарства, красотики, а у них нет у вас? Нет. Следом в процедурный кабинет, чтобы получить заветный укол. Затем пациенты проследуют в отдельное помещение для медицинского наблюдения. Я так сегодня рада, что так быстро вакцинировалась. Триняли нас очень прекрасно, как сказать. Даже не ожидали, что так будет. Встретили, проводили. Восстановила свою работу и мобильная точка вакцинации в отделении МФЦ Нового Города. Здесь большой поток людей не уменьшается и в выходные дни. Пункт открывается в 11 часов и закрывается в 6 часов вечера. У нас приходит до 100 человек и более даже бывает. Много. Теперь в Ульяновской области 45 стационарных отделений вакцинации и 10 мобильных. Ежедневно прививают до 7 тысяч человек. Сегодня защитить себя можно и спутником ВИИ, и КОВИВАКом, и ЛАЙТом, и ПИВАК-короной. Дефицита нет. Только сегодня в регион поступила новая партия более 23 тысячи доз. Марина Тимофеева, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Вы еще не вакцинировались? Тогда медики придут к вам. Минздрав региона подтверждает. Поставить прививку от COVID-19 можно и дома. Подробнее расскажет Гульнара Шарипова. Измерение температуры, пульса давления, заполнение анкеты и согласие на вакцинацию. Прививка дома ничем не отличается от той, что делается в поликлиниках и мобильных пунктах. Разница лишь в физических возможностях пациента. Для некоторых вакцинация дома – это единственная возможность защититься от инфекции. А куда я на ней? Мотора нет. По сугробам я не смогу на ней ехать. Так что так. Я живу один, в принципе. Я один живу. Сестра приезжает, продукты привезет, которые я заказываю. Или дочка приедет. Вот недавно он был, приезжал. Так вот. Существуем. От момента принятия решения вакцинироваться до самой прививки у Анатолия Александровича ушло несколько месяцев. Звонки на единый номер по вопросам COVID-122 были не совсем результативны. Вот и в профильном ведомстве советуют заявку на домашнюю вакцинацию лучше оставлять в поликлинике по месту жительства. Не придется ждать, пока операторы регионального колл-центра передадут ее в медучреждение. Показания для вакцинации на дому рассматриваются в поликлинике. Приоритет, конечно, это лица с ограниченными возможностями. Как раз вот маломобильные граждане, которым тяжело добраться до поликлиники по тем или иным причинам. Или в силу возраста. Бригады, готовые привить жителей в их домах, работают ежедневно по всему региону. Услуга оказывается бесплатна. Пациента о дне и времени приезда медработников предупредят заранее. В день мы можем человек пять, от пяти до десяти. Так, в две смены работаем, так что можем в любое время. Будет желание привиться, пожалуйста. По информации профильного ведомства, 511 тысяч жителей региона привились первым компонентом. Чуть более 340 тысяч человек прошли законченный курс вакцинации. Среди них более 126 тысяч тех, кто старше 60 лет. Кульнара Шарипова, Дамир Губеев, Михаил Державин. Вести Ульяновск. Ульяновский директор школы подозревается в получении взятки. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора средней школы в Заволжском районе. Она получила от местного предпринимателя 70 тысяч рублей за незаконные действия при заключении договоров на обслуживание бассейна школы. Изъяты необходимые документации. Расследование уголовного дела продолжается. В Ульяновской области проходит региональный конкурс «Педагогический дебют-2021». В нем принимает участие более 60 человек. Это рекордное число впервые за все 12 лет проведения состязаний. Самой молодой участнице 19 лет. Конкурс актуален именно для начинающих педагогов, чей стаж работы не превышает 5 лет. Творческое соревнование позволяет выявить талантливых учителей, увидеть их инновационные разработки. Например, Андрей Дудник, учитель физкультуры Селикатнинской средней школы, планирует повысить у своих учеников физическую активность через окровые методы. Даже эстафета может стать интереснее за счет элементов игры, считает молодой педагог. Например, возвращаться спиной вперед или возвращаться с какими-то упражнениями. Например, мяч проводить под ногой, а не просто бежать обратно. Это дает ребятам развитие ловкости, как раз чего сегодня и не хватает. Также, когда мы идем с вами по улице, мы подскальзываемся. И единственное, что нас сможет спасти от падения – это ловкость. Поймать себя в определенный момент как раз в этом и заключается. Испытания проходят по номинациям «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые классные руководители», «Молодые управленцы». В каждой номинации три призовых места. В России по рейтингу занимаем второе место. Мы уступаем победителям на всероссийском этапе только с городу Санкт-Петербурга, но потому что у них, соответственно, больше участников, потому что больше численность населения. И у нас в прошлом году было рекордное количество победителей российского этапа. Это семь человек. Два из них абсолютные победители российского конкурса «Педагогический дебют». Победители получат денежное вознаграждение за первое место 50 тысяч рублей, за второе – 30 и за третье – 20. А еще они представят наш регион на всероссийском конкурсе в следующем году. 18 ноября педагоги дополнительного образования нашего региона смогут теперь каждый год отмечать свой профессиональный праздник. В этом году это событие происходит впервые в Ульяновской области. Дата выбрана не случайно. В ноябре 1935 года в Ульяновске открылся Дворец пионеров. Теперь Дворец творчества детей и молодежи. Сегодня здесь и положили начало празднику. В сфере доп. образования трудятся 5 тысяч человек и занимается более 150 тысяч детей. Воспитанники самого Дворца творчества изучают сегодня одну из таких актуальных наук, как экология. Это программа для самых маленьких ребят, ну просто окружающая среда. Также у нас есть программа художественной направленности, например, художники природы. У нас есть юные кинологи, которые также со своими питомцами изучают и экологию, и то, как правильно себя вести. В настоящее время в системе дополнительного образования развивается современная инфраструктура, открываются новые площадки, оснащенные высокотехнологичным учебным оборудованием. Уже созданы два IT-куба Центра информационного развития ребенка. Это кванториумы, два кванториума уже в настоящее время действуют. Кроме того, работает мобильный кванториум, который может работать не только здесь, у нас в городе Ульяновске, но и также с детьми на территории всей области. В этом году мы открыли центр для работы с одаренными детьми. Сегодня охват юных ульяновцев дополнительным образованием составляет 94%. Лучшие педагоги в этот день получили заслуженные награды. Это была последняя информация выпуска. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА